Всем привет! С вами я Михаил Шилов, автор проекта Корректура.ру, Докторшилов.ком, Будушилов.ру Сегодня я иду с тренировки своего любимого стадиона, по своему любимому парку, и хочу сказать о том, что мы любим какие-то места, хотим, чтобы в них был всегда порядок. А вот далеко не всегда так получается. Дело в том, что на стадионах проводятся какие-то мероприятия, а какие-то в итоге приходят люди с пивом, с чипсами, и сколько бы ни было угодно, все равно все загадят, все испортят, в парке тоже накидают, на мусслят. В итоге получается, черт знает что. Ну, а мы любим, чтобы было хорошо, красиво. В итоге, смотрите, что мы делаем, да? Мы приходим, начинаем сами, две руки свои, или привлекаясь рядом своей семье, что убирать это все. Это, безусловно, возобьевает свое действие. И так как подобно притягивает подобные, и по теории малых дел становится чище, и кто-то тоже подавляется тому же примеру, и начинает делать то же самое. Но далеко не всегда это приводит к такому результату, что все становится хорошо и везде, и что ваших сил, в принципе, достаточно будет для того, чтобы стало хорошо. Бывает, что и не получается. Но есть хорошая панацея. В таких общественных местах очень часто бывают много детей. На стадионах занимаются детской спортивной секцией. Также они приходят просто погулять, особенно во время каникул или на выходных. И вот здесь можно убить сразу нескольких сам зайцев одним выстрелом. То есть и навести порядок, и позаниматься воспитательной и образовательной работой. Понимаете, дети, они восприимчивы. Они на самом деле любят работать. И любят наподавляться хорошему примеру. Если вы собой являетесь замечательным примером, а еще подачу ко всему, если это на стадионе происходит, вы имеете хорошую спортивную форму, позанимались, потренировались. Ввиду этих детей, вы для них являетесь вообще примером. Особенно, если вы хорошо развиты. Ну вот, особенно. То есть они хотят быть похожими на вас. И вы начали мероприятие по сборке территорий. Можете смело привлечь их и сказать, ребят, давайте быстренько приберемся, чтобы было красиво и чисто. Каждый по одной бутылке пластиковую взял, потом пакетик будет, давайте в мусорное ведро. Можете принести с собой пластиковый пакет для того, чтобы собрать этот мусор. И вы увидите, как дети с удовольствием, с удовольствием даже молодежь сделают это. Понимаете? У них и такой вот импринтинг присутствует. Они обучаются чрезвычайно быстро. Они открыты. Как для плохого, так и для хорошего. Плохой пример, конечно, он усваивается намного легче, потому что он не требует больших затрат. Но и хорошие они усваивают тоже быстро. И понимаете, в следующий раз, даже если вас на стадионе не будет, а они придут на стадион и увидят мусор, они пометуют о том, как они помогли вон, и сделали хорошее дело, особенно если вы похвалили их, отметили, узнали их имена и пообщались с ними по имени, они будут делать то же самое снова и снова. Понимаете, какая ситуация? В итоге вы научите людей, молодых людей, которые в наше будущее наводить порядок. И поэтому я призываю инструкторов и тренеров, а также родителей, которые гуляют на стадионе со своими детьми, покажите пример и прилетите детей. Сумейте заинтересовать, не понуждайте их, не заставляйте, а попросите и сделайте эту работу вместе с ними сами. Вы увидите, насколько это возымеет серьезный эффект. Обязательно пробуйте это делать, и вы увидите, как мир изменяется. Теория малых дел, она меняет весь мир. Чем больше людей вовлечено в эти малые дела, тем быстрее и лучше мир меняется. Всем вам удачи, друзья. А также тренируйтесь с утра, подписывайтесь на мой канал на YouTube, на мои сайты, и, как говорится, пребудет с вами Сива. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok